Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Видео, которое вы очень долго ждали, видео, которое вы запрашивали, это теоретическое видео о пептидах. Именно о них мы сегодня поговорим. Какие они бывают, как добываются, от каких есть вред даже такой, от каких польза, как улучшить проникновение пептида в кожу и многое-многое другое. Частый выпуск теоретических обучающих видео сейчас, к сожалению, невозможен по объективным причинам. Деятельность на YouTube не монетизируется, поэтому если вы решите, у вас будет такая возможность поддержать меня и мой канал, вы легко можете это сделать любым из перечисленных в инфобоксе способов, в том числе и за границей. У меня есть работающий PayPal, например, поэтому я буду очень рада и благодарна вам за поддержку. Ну а мы начинаем. Итак, пептиды, пептиды, пептиды. Столько мы с вами про них говорим, но мало кто понимает, что это такое, потому что очень часто я слышу, например, от вас такой вопрос. Ксения, посоветуете хороший крем с пептидами? То есть человек считает, очевидно, что пептиды это некие такие активы, которые выполняют вполне себе конкретную задачу. Скорее всего, когда человек, зритель задает такой вопрос, он полагает, что это пептиды, которые будут работать с морщинами, но совершенно не понимает, что за этим стоит. Итак, что же такое пептиды? Пептиды это цепочки аминокислот, и вот в этом вот звене их может быть до 50 штук. Пептиды могут быть ультракороткими, например, дипептид-9 состоит всего лишь из двух аминокислот, это глютамат лизин. Но бывают пептиды и с тремя аминокислотами в составе, тогда мы видим трипептид, тетропептид. Вот если вы в названии видите такие пептиды, где вначале указано от латинского слова цифра, то мы понимаем, сколько здесь аминокислот. Но это далеко не так всегда бывает, потому что пептиды носят сейчас абсолютно любое название. И, например, пептид синейк, это его торговое название, может состоять в составе, вы видите, по инке четыре слова. И многие задаются вопросом, так, нас что, обманули? То есть в составе указан матриксил, синейк, еще что-то, а где же они в составе? Вот эти вот сложные какие-то слова, это и есть пептиды. Запоминать все пептиды не нужно, и я хочу хотя бы с одним человеком на этой планете познакомиться, который может перечислить все пептиды, потому что их несчислимое количество. И каждый год мы получаем десятки новых пептидов. Раньше на разработку одного пептида действительно уходило очень много времени. Сейчас средний срок разработки и изготовления одного пептида – это два года. Поэтому так часто мы получаем на рынке вот эти вот новинки пептидов. В этом есть и плюсы. Плюсы, конечно, в том, что перед нами открываются новые возможности. Но в этом есть и минусы. И минусы главным образом заключаются в том, что очень часто эти пептиды выходят на рынок с таким хорошим маркетинговым флером. Потому что все, что мы с вами имеем, это местечковые исследования производителей, которые, как вы знаете, за словом в карман не полезут и лишних обещаний с удовольствием вам положат в описании, еще и в избытке. Поэтому в этом есть определенные минусы. Мы не можем с вами доподлинно знать, что сработает, а что не сработает. Кстати, раз мы поговорили с вами о торговых названиях, да, действительно, чаще всего производители пептидов, а это могут быть швейцарские компании, европейские компании, такие как БАСФ, Корея сейчас находится на передовой, потому что, наверное, они одни из немногих в мире, кто столько сейчас всего разрабатывает. Поэтому это такая косметическая мека. Если вы до сих пор как-то скептически относились к корейской косметике, имейте в виду, корейцы сейчас делают, вообще азиаты в принципе, технологичную, интересную косметику, и те активы, которые зачастую они используются, встречаются только у них. Так вот, мы говорим о том, что пептиды действительно чаще всего называются каким-то таким красивым словом. Это маркетинговое коммерческое название. Вот именно под этим названием чаще всего нам пептиды и знакомые, и зачастую это более легко произносимые слова, чем то, как они на самом деле называются. Если мы с вами заговорили о маркетинге, здесь есть еще один очень важный момент, который бы я хотела оговорить в этом видео. Не все, что называется пептидом, на самом деле таковым является. Вот, например, когда мы с вами делали обзор косметики Элемис, а именно их линейки 4-пептайт, то я там ругалась и говорила о том, что, эх, ребята, как я не люблю такую спекуляцию на потребителя, когда на этикетке, а на этикетке может быть написано все что угодно, это, в общем-то, не нормируется законно, вы можете там хоть слезы единорога написать, что у вас в составе, самое главное, что у вас в инке, что у вас там указано на самом деле в составе. И вот, когда мы заглядываем в состав таких продуктов, мы там видим протеины дрожжей, например. Да, конечно, протеины, пептиды, нуклеотиды, кстати, тоже, это, по сути, одна большая и дружная семья. Только протеины состоят более чем из 50 аминокислот, это все-таки не то же самое, что пептиды. Высокотехнологичные синтетические пептиды и протеины дрожжей, они друг другу не совсем конкуренты, и работают они по-разному. А если кто-нибудь из этой семьи, кто лучше пептидов, я бы сказала, что это нуклеотиды. И сейчас косметика с нуклеотидами появляется, вот недавно мы с вами ПДРН обсуждали на канале. ПДРН это более быстрый и шустрый товарищ, чем пептиды. Мы с вами о сроке, который нужно использовать пептиды, чтобы увидеть результат, тоже в этом видео поговорим. Полинуклеотиды, олигонуклеотиды, это вообще совершенно потрясающее явление, потому что это работает быстро, четко и наверняка. Они действительно похожи физико-химически, только вот эта вот последовательность аминокислот у нуклеотидов, она более упорядочена. Этим и обусловлена их такая более целенаправленная и более быстрая работа. Итак, мы разобрались с вами более-менее, что такое пептиды, из чего они состоят. Мы поговорили с вами о том, как они могут называться, сколько их существует, а существует их бесчисленное множество. Как мы можем различать их на упаковке, почему мы должны различать коммерческое название пептида от того, как он называется по инке химически. Мы поговорили с вами о ближайших друзьях, соратниках и конкурентах. А, собственно говоря, зачем? Зачем мы это все с вами делаем? Зачем они нужны? Почему их так активно разрабатывают? Почему на эту лошадь делают такую большую ставку? Ну, действительно, у пептидов есть ряд неоспоримых преимуществ. Конечно, пептиды – это компоненты косметические, которые могут сделать все. Все. Пожалуй, вот таких компонентов, как пептиды, которые способны и настолько всевластны, мы с вами назвать не можем. Потому что любую задачу, какую бы мы только с вами сейчас себе не придумали, найдется обязательно пептид, который ее решит. То есть пептид – это тот ключик, который открывает любой замок. Чаще всего конкретный замок. То есть ключик подходит конкретному замку, особенно если мы это упакуем в какую-нибудь умную систему доставки. Но об этом чуть попозже. Какие бывают пептиды по функционалу? Да вот что может сделать пептид? Пептид может стимулировать выработку определенного вида коллагена или коллаген нескольких типов. Пептид может стимулировать выработку липидов нашей кожи, то есть способствовать увлажнению кожи. Пептид может обладать антибактериальным действием. Это подходит для людей с проблемной кожей. Пептид может подавлять синтез меланина или как-то по-другому влиять на выработку пигмента. Пептид может купировать воспаление. Пептид может стимулировать выработку на самом деле разных белков. Пептид может обладать лимфодренажным действием. Пептид может укреплять сосудистую стенку. Пептид может укреплять волосы. Пептид может восстанавливать цвет этого самого волоса, то есть делая его не седым, а снова цветным. Пептид может расслаблять мышцу путем подавления ацетилхолиновых рецепторов. Это пептиды миорелаксанты, тоже об этом сегодня поговорим. В общем, мне кажется, я еще и не перечислила все возможности пептидов, но как вы понимаете, их огромное количество не только по численности, но и по функционалу. И когда возвращаемся к моим любимым подписчикам, меня спрашивают, Ксения, посоветуйте хороший крем с пептидами, так я посоветую, скажите, для чего? Пептиды бывают очень и очень разные. Здесь, я думаю, всем стало очень интересно уже на данном этапе видео, потому что люди понимают и правильно понимают, что они могут решить с помощью пептидов фактически любые свои проблемы. Здесь нужно кое-что говорить. Мы с вами, не зря я употребляю такое словосочетание, косметические пептиды, говорим только о тех пептидах, которые используются в косметике. Их не едят, их не пьют, их не колят. Все, что едят, пьют и колят, это другие пептиды, они широко используются в медицине, тоже в разных назначениях, но мы сейчас с вами говорим в этом видео только о косметических пептидах. Мы с вами также знаем по некоторым активам, например, ретинол, что если актив может всякое, то за это придет час расплаты, как я говорю. То есть ретинол, например, он достаточно агрессивный актив, к нему нужен период адаптации, он может раздражать кожу, а с пептидами такого нет. И даже противопоказаний как таковых они не имеют, и даже при беременности они не противопоказаны. Опять же мы говорим о хорошем качественном сырье, о плохом я тоже чуть попозже скажу. Но это манна какая-то небесная, согласитесь. Компоненты косметики, которые могут буквально все, которые очень технологичны и совершенны, да еще и не имеют противопоказаний. Вот почему это направление сейчас так активно развивается. Откуда эти пептиды берутся? Вот это тоже очень важный вопрос, потому что здесь очень много интересного, если порыться, можно обнаружить. Пептиды делаются из чего угодно. Совершенно точно пептиды бывают животного происхождения. Здесь в ход, как правило, идут насекомые, всякие ползучие морские ребята, и не они одни. Животные, овцы, свиньи, люди тоже здесь фигурируют, но такая косметика она существует, и продается, например, очень активно в Японии, но это все ограничивается законодательством местным. Наш с вами рынок контролирует ТРТС, и по ТРТС мы не можем использовать клеточную среду адипоцитов человека или клетки пуповины человека. То, что мы встречаем в японской косметии, человеческий фактор роста, который не SH, а RH, что зашифровывается как рекомбинантный человеческий. У нас такого по ТРТС в косметике быть не должно, но благодаря своим замечательно внимательным подписчикам, я тут такие ссылочки интересные получила, в том числе на золотого яблока, оказывается, просачиваются, просачиваются. Ну, такие времена настали. Сейчас уже лишь бы что-нибудь на полку поставить, иначе она будет пустая, потому что сейчас такие вот у нас с вами непростые времена. Но продолжаем с вами говорить о том, как же они производятся. Почему, кстати, законодательство некоторых стран, и наши в частности, ограничивает ВОЗ и косметику с такими активами? Потому что все они содержат, как правило, эндотоксины из мембраны бактерий, а, соответственно, это может привести к системному воспалению в лучшем случае, то есть к аллергической реакции. Поэтому, очевидно, конечно, это всё тоже потрясающе работает, но вот у этих пептидов уже есть минусы, в отличие от синтетических пептидов. Но здесь, кстати, тоже не всё так просто. Химические пептиды у нас с вами делаются методом твёрдофазного синтеза, когда эти аминокислоты там сочетаются между собой в определённую формулу. Это химический процесс, который имеет своё начало, имеет своё завершение. Для завершения этого процесса используются катализаторы, и вот части химических веществ могут оставаться при таком процессе. И это свойственно дешёвым пептидам. Про цену сейчас вот буквально уже вот-вот с вами поговорим. И особенно это свойственно для китайского рынка пептидов. У меня вон недавно на канале выходило видео про косметику, который нас травят, и мы с вами там рассматривали ампулы с вайлдберри, с пептидами китайскими, которые стоят 100 рублей. Нигде нет, во-первых, указания на то, какие это пептиды, ни на самой упаковке, ни на каких-то небыло сайтах. Вот это классический пример того, что если есть стремление нанести вред своему здоровью, вот такая вот ампулка с этим с удовольствием справится. И вообще сейчас, опять же, из-за непростой ситуации, все ринулись кто куда искать замену тем пептидам, например, которые европейские поставщики, швейцарские поставщики им больше не пришлют. И куда народ ломанулся? Конечно, в Корею, в Китай. Но в Корею сейчас очередь стоит безумная, то есть ты можешь ждать 4, 5, 6 месяцев в своей очереди. А Китай, как всегда, гораздо более лоялен, у них есть все быстро и всегда. Но вот беда. Кто из моих знакомых технологов попробовал на свою беду, пока что на этапах теста, конечно, не на своих покупателях, китайские пептиды, сознательные производители, все от них отказались, потому что все говорят одно – сыпят от них. Вот это в лучшем случае, что нас с вами ждет – аллергическая реакция, какая-то сыпь, покрасение и так далее. В худшем случае могут ждать гораздо более неприятные последствия. Вообще, раз мы с вами заговорили о цене, нужно понимать, что пептиды в хорошей концентрации, в рабочей концентрации, эту информацию мы с вами всегда можем найти у производителя сырья. Там есть рекомендуемый норматив воды, естественно, но это не как на глаз захотел и положил. Естественно, есть вот эти вот данные хорошего качества пептиды, хорошей концентрации. Да еще когда он в косметике не один, потому что у нас есть, например, с вами пример, где пептид фактически один – это косметика Аны Шаровой, то здесь сделана хорошая база, и пептид здесь один. Один в поле воин. А если мы добавим в этот крем еще другие пептиды, да еще чего-нибудь там, это цена 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 тысяч, и так, знаете, что называется, нет предела совершенства. Когда мы говорим о том, что пептиды – это дорого, тоже, я думаю, что не все понимают, насколько это дорого. Ну, например, пептид Аргирелин. Сейчас очень сильно подешевел в цене, потому что выходят все новые и новые пептиды Миралаксанты, и он сейчас стоит около, наверное, 150 долларов за грамм. Пептид Меланастин-5, который эффективно работает с пигментацией, стоит примерно 1000 долларов за грамм. Пептид Бета-амилоид стоит фактически 100 тысяч долларов за 1 грамм. Мой любимый пептид меди стоит сейчас за килограмм сырья. У нас с вами пептиды считаются по сухому веществу, и поэтому в составе косметических средств они будут на последнем месте, имейте, пожалуйста, в виду, потому что пептиды мы сейчас считаем количество по сухому веществу, то есть по порошку. Так вот, килограмм, сколько вешать в граммах пептиды меди сейчас стоят столько же, сколько стоит трехкомнатная квартира в Подмосковье, чтобы вы понимали. Поэтому, когда мы говорим, что пептид – это дорого, мы действительно подразумеваем, что это дорого, это очень дорого. Ну и вернемся с вами, отвлеклись немножечко на цену, отвлеклись немножечко на качество. Третий способ добыть пептиды – это из растительного сырья. Кстати, тоже непростая категория. Мы привыкли с вами, что все, что натуральное, оно все безопасное, а на самом деле всякие токсины, аллергены из окружающей среды в таких пептидах тоже могут быть. Поэтому, в общем-то, мораль себе басени такова. Отдаем предпочтение синтетическим пептидам, ну, коих, собственно, если честно, на рынке все равно большинство. Мы разобрались с вами, что такое пептиды, как они могут называться, из чего они состоят, для чего они вообще нужны, каким способом они добываются. Вот мы хотим теперь с вами получить от этих пептидов максимальный результат. Что мне нужно сделать? Купить свыротку The Ordinary за 8 долларов, и все, будет мне счастье. Везде, где написано, что есть пептид, ура. К сожалению, нет. Пептиды – это очень нежные, пугливые ребята. Пептидам нужно предоставить доступ. Они, конечно, и сами могут просочиться через межклеточное пространство, через поры, через волосяной фолликул. Это вот такой самый прямой, скажем так, маршрут попадания вообще активов в нашу кожу. Но не все может проникнуть через пору, потому что нам с вами важно, чтобы пептид, как любое другое вещество, которое мы хотим доставить в глубокие слои кожи, было по молекулярной массе меньше 500 дальтон. То есть пептид-то должен быть очень маленький. И вот здесь мы встречаем с вами очень противоречивые отзывы и рецензии, но уже полюбившиеся нам пептиды. Например, тот же самый Синейк или Аргирелин. У них достаточно высокая молекулярная масса. И поэтому мы говорим с вами о том, что, скорее всего, такие пептиды будут оставаться на поверхности кожи. Если только их как-нибудь принудительно в кожу не пропихнуть. А каким способом их можно принудительно в кожу пропихнуть? Вот тут, конечно, все травмирующие кожу факторы, такого метода контролируемого повреждения, вступают в свою силу. Это может быть наш любимый с вами дермапен, все, что повреждает кожу. Это может быть фонофорез, ионофорез и так далее. Любые энхенсеры здесь. Да, что такое энхенсер? Энхенсер – это не система доставки. Это то, что, грубо говоря, расчищает путь, хотя бы на короткое время, обычно на короткое время. Спирт, например, тоже по большому счету является энхенсером. Да и вода, в общем-то, является энхенсером. Вопрос в том, кто и каким является, и насколько хорошо этот самый путь расчищает, и насколько не повреждает кожу, и насколько, в общем-то, за то время, пока он этот путь расчистил, пептиды успеют проникнуть в какие-то более глубокие слои кожи. Тут еще, кстати, очень интересный момент я скажу, когда мы будем с вами говорить о сочетаемости пептидов. Какими более технологичными способами мы можем доставить пептид в более глубокие слои кожи? Конечно, это всякие липосомы, лизосомы, экзосомы и все остальные ребята. Это, конечно, технология. Технология тоже не дешевая, но уже гораздо более распространенная, чем раньше. Это способ доставки пептида в данном случае в более глубокие слои кожи. То есть это лифт, самый настоящий лифт. Вы едете в этом лифте, приезжаете на нужный вам этаж, выходите, а дальше вы идете, куда вам надо. Лифт вас к нужному номеру или к нужной квартире не сопроводит. В отличие, например, от такого супертехнологичного и дорогого способа доставки, как дрон. То есть представьте, что вас не просто довезли до лифта, но там вас еще и встречают, и куда надо проводят, и посадят, и все объяснят. Если в липосоме, например, как понятно по названию, вот этот вот внешний слой, это же какая-то липидная фаза, дрон у нас с вами состоит из такой двухместной матрицы, если так можно сказать. Внутренний слой дрона – это саполимер молочный гликолевый кислот, а внешний слой – это поливиниловый спирт. У них маленький размер, 92% дронов достигают своей мишени, то есть он может проникнуть в фибробласт, связаться с его ядерным рецептором. Это такой вообще гонец, который четко знает свою задачу и цели обязательно достигнет. И вот здесь, кстати, есть интересная информация, потому что когда мы с вами говорим о таких высокотехнологичных активах, способах доставки, то может показаться, что это вот кто-то, кого мы не знаем, какой-то очень умный, где-то сидит в очень хитро выдуманной лаборатории. Но на самом деле вы удивитесь. Знаете, какой бренд впервые использовал дроны? Вот поставьте это видео на паузу и напишите в комментариях, какой. Написали? Есть идеи? Dior. Dior Capture Total. Вот это вот их линейка. В ней впервые были использованы дроны. И дроны, например, также используются в косметике 3Lab, Lepriri и так далее. Другое дело, что у всех этих технологий есть одна интересная особенность. Они выходят на рынок. Какое-то время они очень дорогие, поэтому они могут использоваться вот такими вот крутыми действительно брендами. Потом это все дешевеет. Но по-прежнему косметики с дронами сейчас на рынке мало. И пока что все, что есть, это действительно очень и очень и очень дорогие бренды. А самое обидное, что тот же самый Dior потом сделал свой Capture или Capture Total без всяких дронов. Обман какой-то получился у нас с вами. Каким еще способом мы можем облегчить доставку пептидов в недр нашей кожи? Это микроэмульсии. Вот, кстати, в следующем видео мы с вами поговорим про мои любимые пептиды. В прошлом году мы с вами познакомились с брендом Skin Intellectual. Вот, используют люди микроэмульсии. Микроэмульсия в данном случае это геолосферы. Это действительно тоже не дешевое мероприятие. Но и хорошая ламеллярная эмульсия нам с вами сослужит верную-верную службу. Тоже будем об этом с вами говорить. Ламеллярная эмульсия существенно улучшает проникновение пептидов в более глубокие слои кожи. Особенно, если это ламеллярная эмульсия на базе лицетина. Если мы с вами говорим о пептидах миорелаксантах, я обещала об этом поговорить. Действительно, не все пептиды миорелаксанты действуют так быстро, как бы нам хотелось. Потому что те, которые действуют так быстро, как бы нам хотелось, стоят безумных денег. Например, есть на рынке такой пептид. Он синтезируется из улитки, он действует за 2 часа. Даже не спрашивайте у меня, сколько он стоит. Тут 3-комнатная квартира в Подмосковье, знаете, нам не хватит. И раз уж мы заговорили о пептидах миорелаксантах, часто я слышу такое утверждение, что никогда и ни при каких обстоятельствах пептиды миорелаксанты не могут сравняться с ботоксом. На самом деле могут, могут и еще как. Если мы с вами сочетаем пептид с Неп-Эйт или Фосил, например, тот же самый, мы получаем степень блокировки вот этих ацетилхолиновых рецепторов, ну, наверное, процентов на 20-25 меньше, чем это делает ботокс. То есть, если ботокс блокирует, например, 60% рецепторов, то сумма этих пептидов – это примерно 40% пептидов. Снеп-Эйт как раз-таки блокирует 37 из них. Он на самом деле достаточно активный. И, кстати, тоже очень такой даже не дешевый. То есть, крем со Снеп-Эйт, если он достаточной концентрации, ну, так, знаете, под десяточку-то тоже будет стоить. Поэтому все возможно. Вопрос цены. Технологии-то уже достигли достаточного совершенства. Да, найдется ли потребитель только, спрос будет ли, там, два человека в мире смогут себе купить такой крем. Поэтому, конечно, разработчики его в производство не отпускают. У него просто не будет потребителя. А так-то все есть, все возможно. Ну, и нейропептиды, и антимикробные пептиды – это тоже замечательный класс. В общем-то, не так давно это было открыто и компанией Shiseido, по-моему, в 2019 году, что у нас возрастом стареют все вот эти вот нейроребята. Нейроны, я имею в виду, и в том числе и сенсорные, они стареют. И в этом, кстати, безусловная польза массажа, да, для лица, особенно в более зрелом возрасте, потому что это позволяет не только восстановить микроциркуляцию, но еще и немножечко побудоражить вот эти вот нервные окончания, восстановить их чувствительность, проводимость вот этого сигнала. Это очень-очень важно. А есть пептиды, которые выполняют эту функцию, например. Многое мы уже с вами обсудили. Остается ответить на самый главный вопрос, который многих интересует. С чем сочетаются пептиды? Пептиды сочетаются фактически со всем. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Отвечу на самый главный вопрос. Сочетаются ли пептиды с кислотами? В моменте, то есть если вы сию секунду наносите на свою кожу кислоты и пептиды, они не сочетаются. Но здесь есть очень много оговорок. Есть уже разные технологии. Например, у линейки Drunk Elephant Protein'и мы можем с вами встретить пептидную сыворотку на базе молочной кислоты. То есть технологии уже достигают такого своего уровня, когда и это возможно. Но, естественно, вам нужно не самостоятельно это дома делать. То есть если вы воспользовались кислотным тоником, можно после него использовать пептиды, просто вам нужно подождать минут 15. Кислоты, на самом деле, если они не повстречались лоб в лоб с пептидами, очень сильно помогают им в работе. Потому что если, например, вы сделали пилинг, то после пилинга в течение 20 минут проникновение кислот в кожу очень облегчается. Они делают это легче и быстрее. То есть у вас вот этот вот запас 20-минутный есть. Поэтому что мы с вами можем сделать? Мы можем протереть лицо тоником с кислотами. Это должен быть слабокислый тоник с достаточно высоким pH. Имейте, пожалуйста, в виду. Вы ждете минут 15, пока он поднейтрализуется. Можно смыть, например, потом этот тоник. Можно там мистом каким-то поврызгаться. И наносите, например, вашу сыворотку с пептидами. Вот так вот это работает гораздо лучше. Или вы разносите тогда хорошо кислоты и пептиды по разным углам, по разному времени суток, если вы не уверены в том, что вы делаете. Для вас равно это как минимум какой-то психологический дискомфорт, потому что вы до конца не уверены в правильности своих действий. Но в любом случае кислоты и пептиды, они друзья, только на некотором расстоянии. Ну, в общем-то, все как в жизни. Сочетаются ли пептиды и ретинол? Сочетаются. Еще как сочетаются. И вместе работают гораздо лучше. Чувствуете, интонация пошла по восходящей, значит, сейчас точно будет какое-то «но». Конечно, будет. Безусловно, пептиды и ретинол большие друзья, но не в том случае, если вы сейчас находите в периоде адаптации к ретинолу. То есть, если у вас кожа сейчас раздражена, если у вас кожа сейчас шелушится, есть воспаление, пептиды вообще любые и при любых обстоятельствах сработают хуже. Это связано с разными процессами и с тем, что воспаление всегда сопровождается гиперемией, то есть привлечением влаги к более верхним слоям кожи. Это связано с разными биохимическими процессами, которые сопровождают процесс воспаления. В общем, мораль всей басни такова. Пептиды с ретинолом использовать отлично, но тогда, когда вы уверены, что ваша кожа уже больше не раздражается при контакте с ретиноидами любыми. Не обязательно ретинолом, но ретинол просто у нас такой из домашней косметики самый-самый кусачий. Кстати, возвращаясь к пептидам и кислотам и возвращаясь к протине, не сказала еще такую важную вещь, что есть же пептиды все-таки, которые не бегут, сломя голову от кислот. Про матриксил, например, давно такой слух ходит, что он работает при достаточно низком pH. А есть вообще пептиды, которые скрещивают мысленно с кислотами. Это пептиды нового поколения. Ну и последний вопрос. Все теперь я про пептиды знаю. И как называются, и почему, и какие бывают, и какие системы доставки. Вот я купила свое протине, кстати, вожделенное средство с пептидами. Как мне его использовать, или вот еще более вожделенное, в следующем видео поговорю про свои любимые пептиды. Как мне правильно им пользоваться-то, чтобы эффект был, помимо всего прочего. Пептиды любят регулярность. С пептидами так не работает, что сегодня я использую пептид, завтра я использую витамин С, послезавтра я отдыхаю, потом еще чего-нибудь. Пептиды нужно использовать минимум один раз в сутки, для того, чтобы вы увидели эффект. В зависимости от пептида, соответственно, от стоимости средства, от способов доставки этого пептида, вы увидите эффект где-то спустя 4 месяца. Нет, бывают, конечно, пептиды, которые срабатывают быстрее, но опять мы с вами упираемся в цену. Можно ли менять пептиды, например? Вот прошло 4 месяца, я могу поменять. Здесь, скорее всего, мы говорим опять же с вами о сигнальных пептидах. Вот сигнальные пептиды, поскольку так или иначе они все имеют разные особенности, заходят к одной и той же проблеме с разных углов, вот их как раз можно чередовать. Можно ли не делать в использовании пептидов перерыв? На самом деле здесь такой очень интересный вопрос, потому что мы в источниках не находим однозначного ответа на этот вопрос. Главным образом, почему? Потому что непонятно, про какой пептид конкретно идет речь, они все разные. Если мы с вами, например, берем те же самые факторы роста пептиды, которые стимулируют клеточное обновление, то здесь вопрос очень серьезный. Это синтетические факторы роста или это вообще человеческий фактор роста? У вас есть какие-то особенности заболевания в анамнезе? Может быть, у вас кожа сейчас повреждена? На поврежденную кожу они не наносятся, они не должны попадать в кровоток. Поэтому вот так вот каждый пептид можно оговорить и сказать про какое-то «но». А с другой стороны, пептиды миорелаксанты, у них явный такой накопительный эффект. Если я сделаю перерыв, так все это сойдет на нет. То есть вроде как пептиды миорелаксанты мы можем использовать веки вечные. Опять же, все зависит от того, с чем еще вы сочетаете эти пептиды. Потому что, например, Дмайя тот же самый, он повышает выработку ацетилхолина. И наоборот, есть источники, которые советуют нам, если вы используете косметику с Дмайя, и вас беспокоят мимические морщины, активно сидеть в это время на косметике с миорелаксантами. То есть все «но», 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 все обсуждаемо. Нужно предметно говорить, что, зачем, для чего вы используете. По большому счету, мне кажется, если вы знаете какие-то источники, пожалуйста, укажите внизу в комментариях. Буду вам очень благодарна за обратную связь. Источники не говорят нам однозначно ни да, ни нет. То есть нет никакого четкого ограничения инструкции плана. Здесь действительно все очень сильно зависит от конкретного пептида, от конкретного средства и лично от вас. Ну что, вот так мы с вами долго поговорили о пептидах, а на самом деле только по верхам прошлись. Потому что тема пептидов очень емкая, как минимум потому что их безумное количество. Очень сложная, очень интересная. Но я надеюсь, что на самые популярные ваши вопросы я ответила. Приглашаю вас в следующее видео, где я покажу вам свою самую любимую косметику с пептидами. Потому что пептиды действительно один из моих самых любимых видов активов. Всего вам хорошего. Пока. Продолжение следует...